добрый день уважаемые друзья с вами юрий хамонский клуб успешных инженеров сегодня небольшое короткое видео по недавним событиям которые у меня произошли и с одной стороны я огорчен что это так происходит с другой стороны я думаю ну это же это же хорошо это же наш шанс с вами в конце концов смотрите что было просто сегодня делюсь своим опытом мне надо было найти автора ну на проектную работу то есть по сути на фриланс на технические темы написать ко мне обратились попросили помощи найти автора обычно я в первую очередь такие заказы когда они приходят отдаю ученикам своим то есть это люди которые я уже знаю что они у меня отучились что я понимаю что они кто как из них насколько хорошо пишет и я их могу порекомендовать плюс к тому я знаю их компетенции технические темы это же достаточно широкая ниша что именно по технике нужно это может быть и не знаю и компьютеры и кондиционеры и строительство железной дороги все что угодно может относиться к техническим темам обычно все это уходит ученикам но здесь сейчас невозможно было отдать ученикам не было подходящих вариантов и я задействовал базу это буквально там небольшая база но это люди которые ищут постоянную работу вот дальше произошло интересное для меня это был даже прямо интересный опыт понятие что будет если люди ищут постоянную работу и разбираются в этой теме а им предлагают фриланс то есть временную работу проектную подработку чтобы это значило для меня лично вот если бы я работал вот раньше 10 лет назад я работал ведущим инженером главным инженером в строительстве и мне бы предложили написать статьи на там мою например тему и давали бы за это нормальный гонорар чтобы я сказал я бы наверное думал ну да и две микросекунды и сказал бы сразу согласен у меня лично логика такая я был бы сразу согласен здесь когда мы начали начали когда я написал буквально там около 15 писем по людям которые ищут постоянную работу нашелся человек в конечном итоге нашелся но статистика такая что согласен наверное человек 2 из 15 написали вот примерно так еще 4 по моему не ответили вот такая статистика да 8 отказались им даже не сложно было написать что нет они не готовы они ищут постоянную работу и они не хотят этим заниматься ну окей это их делал у меня удивил один которому не лень было позвонить мне позвонил и сказал что это меня не интересует вот примерно такая формулировка была и она меня удивила вот правда я удивилась то что я мысли вот в этой категории для меня вот вот это это норма это круто не ответили ну не знаю каждый сам решает окей почему отказываются загадка не знаю но когда человек не просто отказывается а позвонил почти что незнакомому человеку и сказал что нет это предложение меня не интересует вот в таком виде и типа все спасибо до свидания вот это меня удивило я я прям подумал как так происходит когда людям бывает предлагаешь деньги говорит что ты же разбираешься в этой теме чтобы понимали эта база не просто людей которые просто ищут работу по технической специальности это люди которые умеют писать то есть я поэтому и говорю да что эта база узкая очень около 15 человек ней по-моему ровно 15 есть это узкая база узких людей которые умеют писать просто они ищут постоянную работу и от временной они отказываются и в этот момент я думаю блин ну я бы так конечно никогда не сделал никогда меня ни одному своему ученику я бы не посоветовал так делать я всех ориентирую на то что дают работу идеи соглашайся вот но вот что мне в этом предает оптимизм почему я во главе этой картинки да сейчас ставлю фразу про то что придает мне оптимизм ну потому что я рад вот очень часто говорят знаете реально часто можно услышать такую фразу вопрос а что если все начнут не знаю напишите в комментариях сталкивались ли вы с таким вопросом если вы начинаете чем-то заниматься и что-то хорошо идет по вам вдруг сразу говорят а что если все начнут это продавать а что если все будут оказывать эту услугу а что если все начнут зарабатывать на трейдинге а что если все начнут фрилансить так далее вот сразу возникает возражение а что если все будут это делать и вот этот мой опыт показывает я и раньше говорил что все не будут это делать ну так мир устроен что все не будут это делать но вот мой опыт показывает что из 15 только два согласны чем-то заниматься а это 15 процентов людей правильно моей выборке из теплых из теплых людей всего 15 а из холодной аудитории это вообще будет там один процент или меньше большинство не готовы и есть даже люди которым не лень совершить много действий чтобы отказаться вот вот эта статистика мне придает оптимизм в том плане что все никогда не начнут фрилансе никогда не начнут этим заниматься а это значит что чем меньше согласных вот здесь вот чем их меньше тем больше у нас с вами оптимизма и у меня в частности что наш хлеб никто не отберет так быстро или так кровожадно как можно было бы этого ожидать для одним одним кажется что это крутое место крутая ниша где можно много заработать и существенно улучшить свое положение другие не то что другие а большинство людей отказываются от этого и не хотят туда идти и это конечно придает оптимизм в плане того что твое место под солнцем пока или по крайней так быстро не отнимут все на сегодня несмотря на риторику этого ролика я вам по-прежнему говорил что выбирайте вот этот вариант и согласен говорите всегда да это очень полезно когда вам предлагают деньги говорите да именно в этой ситуации в остальных там уже сам решайте вот говорите когда вам предлагают деньги говорите всегда да ну и посмотрим что будет дальше происходить следите за выпусками подписывайтесь на канал ставьте лайк напишите комментарии отказывались ли вы почему вы отказывались от работы может быть я эти возражения разберу в будущих видео интересно же узнать почему это происходит все на сегодня все пока удачи проблем